Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Празднование Хэллоуина обернулось массовой гибелью подростков в Южной Корее. Трагедия произошла накануне, примерно в 7 вечера по астанинскому времени. Точное число погибших и раненых сейчас выясняется. На месте до сих пор работают спасатели и полиция. Место ЧП отцеплено. На месте ЧП работает наш корреспондент Владислав Тшуццо и вот что он сообщает. Первый звонок службы спасения поступил в 22.15. Пожарные медики не могли подъехать к месту ЧП, так как здесь было многолюдно и движение машин не было перекрыто. С утра здесь праздновали Хэллоуин. Большое количество людей, больше 100 тысяч человек объясняется тем, что впервые за три года западный праздник отмечали оффлайн. В районе Итывона, где произошло ЧП, всегда много иностранцев. Раньше здесь размещалась американская военная база. Отмечу, что клубы находятся в узких переулках. И когда толпа перемещалась по одной из улочек, началась давка. Первую медицинскую помощь пострадавшим пытались оказать владельцы развлекательных заведений. Тех, кто упал, не могли вытащить в течение примерно 20 минут. Информация о погибших, первая информация поступила в час 10 минут ночи. О том, что погибли два человека. ЧП произошло 29 октября примерно полодиннадцатого ночи в районе Эдховон. Причина выясняется. Несчастный случай произошел, когда большое количество людей, участвовавших в фестивале Хэллоуин, упало. В результате чего многие участники погибли. По одной из версий, кто-то из корейских знаменитостей зашел в бар. Люди пошли за ним и начали толкать друг друга. Но эту версию в полиции опровергли. По данным, на три часа по астанинскому времени погибли 149 человек, 76 ранены. Из них двое иностранцев. Их гражданство уточняет. Данные не окончательные. В больницах Сеула не хватает мест, поэтому пострадавших вывозят в столичную область, провинцию Кюнги. Эта трагедия стала самой масштабной после крушения парома Севоль, где погибли 50 школьников и преподавателей. Расследование ЧП под контролем президента Юн Сокьёля, а мэр Сеула прервал свою зарубежную поездку и вылетел в Сеул. Отмечу, что в последние годы Хэллоуин, в целом, как и западная культура, стали популярными среди южнокорейских молодежи. Поэтому среди погибших и пострадавших много подростков и тех, кому за 20. Мы следим за развитием событий и новые подробности трагедии сообщим позже. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Как мне сейчас подсказывают режиссеры, информация уже обновилась. По последним данным число погибших увеличилось до 151 из них, 19 это иностранцы. Но и это не окончательные цифры. Мы продолжаем следить за событиями. Новые подробности в следующих эфирах. 1,8 тонны метамфетамина изъяло таможня в Гонконге. Наркотики обнаружили в Грузии, доставляемом из Южной Америки. Это самый крупный случай изъятия метамфетамина за всю историю Гонконга. По словам правоохранительных органов, наркотики пытались перевезти вместе с грузом с кокосовой водой. В данный момент продолжается расследование деталей этого преступления. Столицу Индии Нью-Дели охватил тяжелый смог. Это затруднило работу огромного количества местного населения, которое трудится на открытом воздухе. В частности, страдают рикши, водители уличного транспорта, продавцы и строители. В Индии недавно отпраздновали фестиваль Дивали. Несмотря на запреты властей, в столице было запущено большое количество фейерверков. Дым после них вкупе с выхлопными газами привел к резкому росту загрязнения воздуха. В Акмолинской области увеличились жалобы на качество товаров и услуг. С начала года в местный орган по защите прав потребителей поступило более 680 обращений. Большинство нареканий в сфере электронной торговли, бытового обслуживания, услуг жилищно-коммунального хозяйства и общепита. Порядка 110 потребителей все же смогли обменять некачественный товар. Некоторым вернули сумму стоимости продукта. У экспертов тревогу вызывают жалобы на электронную торговлю и работу интернет-магазинов. Больше половины нареканий потребителей звучат именно в их адрес. Кроме того, часто права потребителей ущемляются при гарантийном обмене товара. Приобрели за 100. Сегодня этот холодильник стоит 150 тысяч. А хочет он приобрести, то есть поменять этот холодильник на холодильник стоимостью 170. Тогда плачивает он всего 20 тысяч. Не 70 тысяч. Между покупной ценой прошлого года, а именно разницу в цене между стоимостью на сегодня холодильника, который он меняет, и то, и между тем, который он приобретает. Это очень важный момент. Мы сегодня столкнулись, что оказывается, все-таки в этом плане наши субъекты бизнеса, в частности торговые точки, немножко лукавят при обмене товара. Дефицит питьевой воды испытывает, между тем, почти половина населенных пунктов Жанакурганского района Хазлардинской области. Для решения проблемы еще в 2014 году здесь приступили к строительству Сардаринского и Талапского групповых водопроводов общей мощностью 9 тысяч кубометров воды в сутки. Однако в полную мощность гидрообъекты заработать так и не смогли. Вышли из строя несколько скважин. Пробурить новые появилась возможность лишь сейчас. Работы на объектах уже начаты. К весне 5 новых скважин позволят обеспечить качественной питьевой водой 27 населенных пунктов, где проживает около 43 тысяч человек. Остальные населенные пункты района получают воду Жиделинского водопровода. В летний период он испытывает большую нагрузку, что является причиной частых перебоев. Поэтому сейчас мы начали строительство второй линии, которая решит эту проблему. В этом году выделено и освоено 100 миллионов тенге. В следующем будет выделено еще 680 миллионов тенге на эти цели. Между тем доступ к централизованному водоснабжению получат в скором времени жители Зартальского сельского округа Туркестанской области. Для 6 тысяч жителей сел Зертас и Жанакош это долгожданное событие. Чистая вода будет в каждом доме, уверяют чиновники. Трубы здесь начали прокладывать в прошлом году. Уложили 53 километра водопроводных труб. Построили резервуар для хранения воды и современный комплекс для ее очистки. Сейчас специалисты работают над подключением абонентов к водопроводу из республиканского бюджета. На эти работы выделено 594 миллиона тенге. Отмечу, что приборы учета по условиям проекта устанавливает в каждом доме подрядная организация. Работы по обновлению водопровода ведутся в трех других селах района. Завершено 98% работ. После лабораторных исследований произведем пуск воды. В течение недели планируем завершить. На некоторых участках также идет реконструкция. Все объекты будут введены в эксплуатацию в этом году. К этому минуту все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня.